Мамад – комната безопасности, ну ничего себе. Которая позволяет пережить ракетные удары. На вид обычная жилая комната, а на деле надежное бомбоубежище, укрыться в котором можно за считанные секунды, если воздушная тревога застала дома. Проектировать мамады, то есть укрепленные комнаты, во всех жилых и общественных зданиях власти Израиля обязали застройщиков еще в начале 90-х годов. Если раньше в Украине проектировали, если коверичное понятие роза ветров, то в Израиле проектируют на основе розовой войны. То есть откуда идет больше угроза, откуда идет больше, какие снаряды, какие здания, допустим, больницы. Если в Израиле новые технологии, полностью вся больница строится с защищенными, с родильными отделениями. То есть полностью надо готовиться к следующей реалии. То есть Украина сегодня, это Израиль 50 лет тому назад. Проектирование и строительство гражданской инфраструктуры с учетом возможных военных угроз. Одна из тем, которая обсуждалась на Украино-Израильском инновационном саммите в Варшаве. Израиль готов поделиться своими знаниями и технологиями. А в Украине намерены восстанавливать разрушенные жилые дома, больницы, школы, админучреждения по новым стандартам. Впрочем, безопасные дома только одна из многих составляющих глобальной системы безопасности, которая десятилетиями строилась в Израиле. Мы должны у них научиться тому, как создавать высокотехнологичные вооруженные силы, военно-промышленный комплекс, который под постоянными угрозами ударов, и как вместе работает общество, правительство и каждый гражданин для того, чтобы обеспечить безопасность. Потому что израильтян с маленького возраста учат, что такое безопасность и как воздействовать. А Украине предстоит полностью перестроить всю систему, потому что мы государство, которое в условии постоянной военной и невоенной опасности, будет жить, к сожалению, несколько ближайших десятков лет. Еще одна важная составляющая системы безопасности Израиля – непрерывная информационная кампания. Как себя вести во время ракетных ударов, в транспорте, здании или на улице? Когда можно покидать укрытие? Таким информированием занимается командование тыла. Это подразделение армии обороны Израиля. По сути, эта служба готовит человека к жизни во время войны, начиная с детского сада и до университета. У нас даже на постоянной основе учителя проходят специальные курсы не менее 60 часов каждый год, потому что методики могут обновляться и меняться. Как себя вести, как детей успокаивать в стрессовых ситуациях в случаях террора, обстрела. Это всеобъемлющая концепция, которая касается буквально всех областей жизни. Это касается образования, это касается здравоохранения, это касается, конечно, службы тыла, защиты гражданского населения. Практически в любой области Израиль учитывает вопросы безопасности. Это то, что нужно будет сделать Украине. В этом году около 200 украинских психологов и социальных работников ездили в Израиль на обучение. В частности, израильские специалисты рассказывали, как помочь людям преодолеть посттравматический синдром. Ранее в Минздраве Украины заявили, что из-за войны более 15 миллионов жителей страны будут нуждаться в психологической помощи. Чтобы построить систему безопасности, похожую на израильскую, Украине понадобятся годы. Но это единственно верный шаг, учитывая опасное соседство с Россией.